Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, вот такое странное название доклада. Я хотела вам лишь, так сказать, напомнить, что СЕИ-125 принадлежит классу онкофитальных белнков, и его основным источником у плода являются сирозные оболочки и месотели. И поэтому столь высокие уровни этого маркера вы наблюдаете у больных раком яичника при диссеминации по брюшине. Основным источником, ещё раз хотела напомнить, взрослой здоровой женщины является отнюдь не яичник, а эндометрия. И повышение СЕИ-125 сегодня рассматривается как ответ месотелия на механический стресс. Именно поэтому СЕИ-125 имеет достаточно низкую специфичность, и он может повышаться при разной неопухолевой патологии, при вовлечении в процесс эпителия брюшной или привральной полостей. Формально он принадлежит к маркерам рака яичников, потому что чаще всего и до более высоких цифр он поднимается. Именно при этом злокачественном новообразовании. Но на самом деле он является маркером всех аденогенных раков, и плюс может повышаться при злокачественном образовании неопухолевой природы, если ещё раз вовлечён в опухолевый процесс париэтальная или висцеральная брюшина. Вот этот слайд, наверное, этот и последующий является новым. В течение очень многих лет функции СЕИ-125 были неизвестны. Ну, в какой-то мере они известны сегодня, но, безусловно, не до конца. Прежде всего, поскольку это эпитоп на муцине, он обладает функциями увлажнения поверхности эпителия. Он поверхностный белок, который способствует пространственной организации белков в мембранах клеток. Но самое интересное то, что СЕИ-125 может вслушиваться с поверхностью опухолевых клеток и соединяться с мезотелином на мезотелии брюшины и служить своеобразным клеточным клеем для приклеивания опухолевых клеток, другими словами, для формирования имплантационных метастазов. Кроме всего прочего, в последние полтора года стало известно, что он вовлечён и в регуляцию иммунного ответа при опухолевом процессе и, так сказать, обеспечивает уклонение клеток рака-яичника от иммунной системы. В норме при беременности обеспечивает иммунную толерантность матери и плода. И, кроме всего прочего, он обладает функциями... У него есть протоэлитический сайт, то есть он обладает функциями протоэлитического фермента. Таким образом, парацинтез сегодня нужно рассматривать не как такую лечебную процедуру, которая убирает ряд молекул, факторов роста, цитокинов, которые есть в асцетической жидкости, и СЕИ-125, которые стимулируют опухолевый рост. В течение очень многих лет, по-моему, почти 20 лет, СЕИ-125 с успехом использовался для мониторинга эффективности лечения и до клинического выявления рецидива заболевания. Вот такая типичная кривая мониторинга. Первичное лечение, законченная ремиссия, потом он начал подниматься, и при рецидиве добавили курсы химиотерапии, и он вновь опустился до нормы. Пока не было закончено одно из... Мы будем о нем говорить более подробно, европейских мультицентровых исследований. Одним из супервайзеров этого исследования был Гордон Растин, где появились сомнения в нужности СЕИ-125 как маркера мониторинга рака яичников. Если суммировать то, что говорит Гордон Растин, то вот это и суммировано на этом слайде. При исследовании маркеров я эти слайды буду читать, они важны. Возникают психологические проблемы. Да, это так, вы это все знаете. Гордон Растин говорит о том, что если маркер растет, он признает, что рецидив развивается. Но если нет клинической симптоматики, лечить не надо. Если рецидив невозможно на данном этапе подтвердить инструментальными методами, лечить не надо. То есть дать больным как можно более длительный драг холерий. И, кроме всего прочего, еще одним аргументом является то, что чем больше промежуток времени между окончанием первичной платино-содержащей терапии и повторными курсами химиотерапии при развитии рецидива, тем больше вероятность восстановления чувствительности к платине. Вот знаете, есть, так сказать, выпускают закон, да, а потом начинается трактовка закона. И трактуют законы по-разному. В зависимости от того, кто ты. Адвокат, да, судья или прокурор. Это трактуется по-разному. Поэтому я взяла, так сказать, и полностью изучила, что же было в этом исследовании одним из супервайзеров которого был Гордон Растин. И совершенно четко вам это сейчас хочу изложить, а потом мы об этом поговорим. Это выводы этого исследования. Не очевидно, что ранняя химиотерапия, инициированная ростом СЕИ-125, улучшает качество жизни и выживаемость больных в сравнении с началом химиотерапии при возникновении рецидивов или знаков рецидивов, при возникновении, извините, симптомов или знаков рецидивов по инструментальных методам у больных раком яичника с полной биохимической и лучевой ремиссией после химиотерапии первой линии. В этом исследовании дается объяснение этих результатов. Большая часть опухолей, которые попали в это исследование, были быстро прогрессирующими, с быстрым ростом СЕИ-125. Поэтому промежуток времени между началом роста СЕИ-125 и предъявлением рецидива был очень мал. Именно поэтому результаты лечения по СЕИ-125 и по предъявлению рецидива оказались одинаковые. Это точный перевод заключения этого исследования. Дальше. Заключение этого исследования. Продолжаем. Промежуток времени между началом роста маркера и предъявлением рецидива зависит от частоты исследования СЕИ-125, которое у разных больных было разным. А этот промежуток времени может оказаться большим при более частом исследовании СЕИ-125. То есть они выставили это как недостаток исследования, что все больные с разной частотой исследовали СЕИ-125. Нет аргументов в пользу того, что чем больше промежуток времени между началом роста СЕИ-125 и началом химиотерапии, тем лучше результаты. Опухоли пациентов с доказанным рецидивом или с симптоматикой рецидива при отложенной терапии более агрессивны. И требуют более агрессивной терапии, чем терапия, инициированная ростом СЕИ-125. И это было написано в этом исследовании. В заключении к исследованию написано также в выводах, что в исследовании не учитывались и не сравнивались токсические эффекты ранней и отложенной химиотерапии, несмотря на то, что отложенная была более агрессивной. Считают это недостатком этого исследования. Фиксировались только случаи смерти. И последнее, что написано в заключении, при стратификации больных на лечение по повышению СЕИ-125 или отложенной химиотерапии объем оперативного вмешательства не учитывался, хотя исследователи понимали прогностическую важность фактора остаточный объем опухоли. Для включения в исследование, для стратификации на эти две группы имел значение только факт полной ремиссии, то есть лучевыми методами и по СЕИ-125 после завершения первичного лечения. То есть уровень оперативного вмешательства, там были небольшие группы в результате стратификации, 24 и 29 человек. Следующее, что написано в этом исследовании. Женщинам должен быть представлен аргументированный выбор способов маринторинга. Они должны быть информированы о том, что выигрыш в раннем по росту СЕИ-125 в начале лечения не доказан и нет ухудшения качества жизни при отложенной химиотерапии. Следующее заключение. Регулярный СЕИ-125 мониторинг должен остаться, но женщины не должны знать его результатов. Так написано в заключении. Женщины вольны выбрать открытый для них СЕИ-125 мониторинг для планирования своей жизни. И последнее. Женщины могут воздержаться от СЕИ-125 мониторинга, если после завершения лечения достигнута полная ремиссия и если при подозрении на симптомы рецидива у них будет быстрый доступ к исследованию СЕИ-125. Это точный перевод того, что написано. Это немножко отличается правильно от трактовки, что СЕИ-125 в принципе при раке яичники вообще исследовать невозможно. Я позволила себе использовать, ну, нашла в литературе из головы, из выступлений других людей много аргументов в пользу того, почему СЕИ-125 мониторинг полезла. Но в данном случае я использовала слайд Светланы Викторовны Хохловой, который она сделала. Он в открытом доступе на недавние конференции, где совершенно ясно, что и выживаемость без прогрессирования, и продолжительность жизни у больных с симптомами заболевания меньше, чем без симптомов заболевания. Это говорит о том, что может быть и отложенная химиотерапия, может быть и хуже. Вот второй слайд тоже принадлежит Светлане Викторовне Хохловой. Я позволила себе на нем нарисовать только красную линию. Возможно, это нереальный слайд, а модель какая-то. Но у нас тоже есть такие кривые, но вот я взяла чужую. Верхняя кривая, когда больную начали лечить по предъявлению рецидива. И мы видим, что... Что мы видим на слайде? Что если лечение начинает по предъявлению рецидива, то резистентность развивается уже после двух блоков в химиотерапии? И с ЕИ-125 после завершения каждого блока химиотерапии все выше. Это красная кривая, прямая, которую я нарисовала. То есть растет популяция резистентных к плотине клеток, которые тоже размножаются. А резистентный рецидив регистрируется раньше, чем на нижней кривой, где лечение начато по двукратному росту СЕИ-125. Резистентность возникла позже. Каждый раз СЕИ-125 возвращался к норме и удалось провести четыре блока химиотерапии. Вот совершенно случайным образом сегодня я услышала дополнительные аргументы, слушая чужой доклад. В аудиторию номер один был доклад от описательной к доказательной медицине из Бельгии директора Центра Организации Клинических Исследований. На этом докладе было сказано несколько вещей. Первое, что химиотерапевтические фирмы очень любят такой показатель, как время безрецидивного течения. И время безрецидивного течения это не истинное, поскольку доказывает его всегда КТ, МРТ или УЗИ. А истинное время безрецидивного предлагают не использовать маркеры. А истинное время безрецидивного течения это время до начала роста маркера. Поэтому вообще-то предлагается исследовать биомолекулы, которые будут отражать течение опухолевого процесса. Вторую вещь, которую она сказала, что все исследования химиотерапевтические направлены на достижение двух целей. Первое это увеличение продолжительности жизни и второе уменьшение побочных эффектов химиотерапии. Так вот я хотела бы сказать, даже при отложенной химиотерапии ракаечника увеличение продолжительности жизни не получено вот в этом крупном исследовании, о котором говорит Растин Гордон. А вот поскольку опухолевых масс больше при развитии рецидива растет раковая интоксикация, то соответственно переносимость химиотерапии она хуже. Чем меньше объем опухолевых масс, тем легче с ним справиться химиотерапии. Более того, я хотела бы обратить ваше внимание, что динамика СИИ-125, и вы это знаете в вашей клинической практике, при развитии рецидива у всех женщин разная. У одних это стремительные быстрорастущие опухоли, быстроделяющиеся, у других это медленная динамика, уровень, при котором вам удается доказать рецидив, он различается, вот у нас Елена Григорьевна 14, по-моему, был минимальный, а максимальный 200, ну, средний есть некий. Время от начала роста до предъявления рецидива от 2 до 11 месяцев, но есть некий опыт, например, биохимических рецидивов у урологов при раке простаты, как после радикальной простатоктомии, когда начинает с нуля расти ПСА, они не сразу начинают гормонотерапию или химиотерапию, не сразу начинают лечение, они, у них даже калькуляторы есть, по-моему, Астрозенка сделала калькуляторы, они смотрят скорость роста, и когда скорость роста, ну, накапливается опухолевая масса, естественно, в геометрической прогрессии начинает быть больше определенной величины, тогда они начинают гормонотерапию. Поэтому, может быть, исследовать и этот вопрос, и именно скорость роста СЕЙ-125 будет более надежным критерием, это для противников СЕЙ-125 мониторинга, более надежным критерием начала терапии. Ну, и кроме всего прочего, СЕЙ-125 нужно с небольшой периодичностью измерять в ремиссии, хотя бы потому, чтобы как можно раньше предпринять попытки для визуализации рецидива. вот я вам сделала небольшую анимацию, просто почти рукой нарисовала, чтобы показать, как оно бывает при отсроченной химиотерапии и химиотерапии при росте СЕЙ-125. Я хотела бы сказать, напомнить вам, вы это знаете, что при химиотерапии происходят два процесса. Это гибель чувствительных популяций, то есть, по-другому, селекция резистентных популяций. И второе, это экспрессия механизмов химиорезистентности, защита клетки от экологически неблагоприятного воздействия. И вот надо сказать, что я знаю, что если экспрессирован механизм химиорезистентности, обратно его заставить замолчать невозможно. Но еще раз, я никогда не видела статей, чтобы он замолчал сам в этих клетках. Но я еще с несколькими людьми, коллегами сегодня переговорила, они тоже считают, что это невозможно. Вот, например, у нас осталась остаточная опухоль. После операции адювантной химиотерапии в ней есть и платиночувствительные клетки, извините, после операции и платиночувствительные клетки, и платинорезистентные клетки вы начинаете адювантную химиотерапию. Гибнут платиночувствительные клетки, некоторые платиночувствительные стрелочка становятся платинорезистентными. Но еще некоторые платиночувствительные остаются, если бы они не остались, то у вас не было платиночувствительного рецидива. Дальше ремиссия. Дальше начинает развиваться рецидив. Начинает развиваться рецидив, начинает все популяции клеток делиться. Значит, если мы начинаем лечение сразу, мы начинаем лечение при неком соотношении очень мало платиночувствительных клеток и больше платинорезистентных. Что такое отсроченное лечение? Отсроченное лечение, давайте подождем, пока маленькая популяция платиночувствительных клеток поделится, их станет много. И мы их станем убивать. Платиновой терапией. И получим эффект. Да? Вот. То есть рецидив мы даём развиться, платиночувствительных клеток стало много. Смысл в чём? Отсроченный. Дадим опухолевым клеткам поделиться, чтобы их стало много, и получим успех при платиновой терапии. Нонсенс. Ну вот, дождались этого рецидива. Вот что предлагается терапия препаратами платины. Остаются резистентные клетки. Вот то, что мы видели вот на этой кривой, в которой растёт популяция с каждым блоком химиотерапии. Ну, вот просто из головы, будучи экспериментатором, и не дай Боже, чтобы вы подумали, что я вам что-то советую. А если начать химиотерапию не платинами, а не препаратами? А потом остаток добить платины. Ну, это так. Вот это я суммировала то, что сказала до этого. Это было биологические причины химиорезистентности. Следовательно, отказывая в лечении больным с ростом СЕ-125, мы просто ждём, я решила ещё раз третий раз это повторить, когда размножится минорная популяция чувствительных препаратом платино-опухолевых клеток, и будем на неё воздействовать химиотерапией. Ещё раз, резистентная популяция в это время тоже размножается. И дополнительные аргументы для использования СЕ-125 в мониторинге, это данные не моей, а литературы, доказанные, что нет корреляции между ответом опухоли на лечение при рецидиве и данными инструментальных методов диагностики и выживаемости у больных. Там может быть отёк, там может быть всё, что угодно, уменьшение опухоли и так далее. Но нет корреляции с выживаемостью. Но есть доказанная корреляция между динамикой изменения СЕ-125, а именно скоростью снижения при химиотерапии, достигнутым после лечения уровнем и выживаемости больных. Поэтому сейчас в литературе формируется мнение, вот это предположение, это не моё, это вот на наших съездах по опухолевым маркерам европейских, такое мнение формируется. Маркеры позволяют оценить истинную глубину биологического ответа опухоли на лечение, а именно гибель клеток, подавление их агрессивного поведения или блока пролиферации. Поэтому, так сказать, для сторонников СЕ-125 мониторинга начало у бессимптомных больных после как минимум двух последовательных повышений маркера с промежутком один месяц, но по достижении уровня не менее 65 единиц миллилитров. А для противников, ну, самый минимум, использование факта начала роста маркера для внеочередного углублённого исследования, для того, чтобы не пропустить, когда рецидив можно доказать. Если у меня нет, то я пропущу ХЕ-4. Хотела бы, поскольку вы его только используете, в течение одной минуты рассказать. Это маленький белочек, и у него, вот, может быть, вы просто это не знаете, а мы очень долго искали это в литературе. Почему нормы зависят от возраста? Он полностью фильтруется в моче, его концентрация в моче 100 тысяч. И дело в том, что клубочковая фильтрация с возрастом ухудшается. И каждый год на 2-3 единицы у нормальной женщины больше остаётся концентрация в сыворотке крови. Именно поэтому с возрастом сдвигается вверх его граница. Вот это маленький белочек. Он, безусловно, повышается. И при других злокачественных новообразованиях его используют по-разному. А мы его использовали в сочетании с СЕ-125. Мы показали, что если корреляция хоть какая-то 0,5 между маркёрами у больных раком яичника до начала лечения существует, то она становится существенно меньше при рецидиве 0,3, что говорит о том, что популяции расходятся, то есть разная популяция. Для одних популяций клеток СЕ-125 будет маркёром внутри одной опухоли, а для других – HЕ4. И мы показали, просмотрев эти маркёры в мониторинге более чем у 50 больных, что в 50% случаев они одинаково реагируют на движение больной по этой жизни. В 25% случаев СЕ-125 преобладает над HЕ4, а в 25% случаев HЕ4 преобладает над СЕ-125. И доля случаев – это нижний график. Когда один маркёр повыше на другой нет, с развитием болезни, с тем, пока вы делаете химиотерапию, и всё более разные и разные популяции клеток получаются, она нарастает. То есть чем дальше от начала болезни, тем больше начинает быть значимость второго маркёра, то есть пара лучше даст вам возможность следить за большим процентом жизни. Ну вот я надеюсь, что мы с маркёрами, вот как эта дорога, вот не вниз пойдём, а будем идти вверх. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Сергеевна. Вопросы, пожалуйста. Спасибо, Наталья Сергеевна. Что вы? Ага, понятно. Если я знаю ответ, давайте все вместе формулировать ответ, слушая вас. Спасибо, Наталья Сергеевна. Если СЕИ-125 растёт, значит клетки зашевелились, значит их деление есть. Вы понимаете, что доля делящихся клеток, мы её оценить с вами не можем, да? Но тем не менее, они делятся в геометрической прогрессии, да? Каждая даёт две. Но тем не менее, у кого-то доля делящихся маленькая, у кого-то высокая. Граница мне неизвестна. Вот я вот думаю, что вот надо посмотреть всё-таки судьбу больных с медленным и быстрым рецидивом. У нас есть длинные кривые мониторинга. И вот, может быть, Елена Григорьевна, мы их просмотрим и посмотрим, как разнится их и чувствительность, так сказать, ко второму, к третьему блоку химиотерапии. Вы знаете, это скорее вот то, что я доложила, это мысли, вопросы и предложения для исследований. Просто я к тому, что не всё так однозначно, вот что СЕИ-125 не надо и всё. Спасибо большое. Всё, да, полностью согласна с вами. Можно я вам вопрос задам, прошу прощения, быстренько. Да, пожалуйста. Меня вот какой вопрос интересует. Вот, говорите, начнём с том, что мезотелия Берешин является, то есть раздражается, поэтому синтезирует 125. Я так понял, да? Ну, источников несколько при раке яичника, сам мезотелий, клетки рака яичника, но просто если смотреть вес мезотелии клеток рака яичника, то вес, так сказать, вклад вот этих в тысячи вот этого СЕИ-125, мезотелий больше. Именно поэтому, когда у вас развивается тихонько рецидив, так сказать, то там всё-таки не тысячные цифры, понимаете? Там истинное уже, так сказать, выделение клеток. Так вот, я с вами, честно говоря, абсолютно согласен, но меня смущает другая ситуация, честно говоря, до сих пор не могу понять. Ну, а другие формы заболеваний, в частности, вот гранулеза, колеса, гирвеноги, страшная диссиминация бывает в брюшной полости, а 125 не растёт. А это я не знаю, так сказать, у нас и при раке желудка иногда растёт. Вы знаете, ответа нет, я с вами согласна. Да, вот есть вопрос. Вот некоторые опухоли, вы знаете, там тоже имплантационные метастазы, да, те ситуации, о которых некоторые опухоли дают. А некоторые нет. А вот ракеичников всегда даёт. Я думаю об этом, и я, ну, стараюсь найти и в литературе ответ, и всё. Я не знаю ответ на вопрос, я согласна в его правомерности. Ответа не знаю. Спасибо. Спасибо, Наталья Сергеевна. Спасибо. Так, Глена Григорьевна, вы на поезд опоздаете. Нет, вот я вот хочу сказать, вот, уважаемые коллеги, что вот есть очень важные сообщения, но есть средние, без которых средних тоже жить нельзя. Вот жалко, что нет хохловой, вот я к Нечушкину обращаюсь. Этот доклад был индуцирован клиницистами. Мы попросили этот доклад, поскольку на предыдущем очень хорошо организованном в рамках ЭСМО по раку яичников сообщения, которые были, март, по-моему, да, было совершенно чётко, я не знаю, многие были вот эти люди здесь, было совершенно чётко заявлено, что нет необходимости, и это даже вредно, исследовать в мониторинге 125 маркёр. Не надо это делать. И вот в связи с этим был сделан этот доклад. Ну, жалко, что нет химиотерапевтов, а есть они здесь, тоже их нет, да? Мы им передадим обязательно. Сомневаюсь, чтобы вы им передали. Сто процентов. Тем более, что я согласен с вами абсолютно, что...